Сегодня исполнилось 12 лет со дня авиакатастрофы в Ермаковском районе, в которой погибло 8 человек, журналисты, чиновники и губернатор Александр Лебедь. Сегодня в Железногорске состоялся памятный митинг. Почему именно этот город выбрали для проведения Дня памяти, расскажет Андрей Старадым. 28 апреля в Железногорске особенно чтят память бывшего губернатора Александра Лебеди, ведь именно здесь появился кадетский корпус его имени. В память о погибших в авиакатастрофе журналистов, чиновников и губернатора Лебедя в Железногорске ежегодно проводят митинг. Это еще одна возможность сказать теплые слова и поддержать, пожалуй, самое главное детище Александра Лебедя, сеть кадетских корпусов и мариинских гимназий в крае. Но самое главное, достоянием являлись тысячи мальчишек и девчонок, которые вышли из стен этих учебных заведений настоящими патриотами, гражданами, горячо любящими свою страну, имеющими четкие и понятные жизненные ориентиры. И самое главное, конечно, продолжать в нашей работе держаться того правила, что сделать что-нибудь доброе и полезное для людей, которые рядом с тобой живут. К фотографии Александра Лебедя губернатор Лев Кузнецов возложил цветы так же, как и десятки других людей. А воспитанники Норильского кадетского корпуса и Академии МЧС, которые базируются в Железногорске, прошлись торжественным маршем. Для молодых людей имя Александра Лебедя не забыто, а живет каждый день. Я считаю, что все кадеты обязаны ему за это, так как мы имеем возможность учиться в таких заведениях, получать хорошее образование, спортивную подготовку. Также он был очень хорошим человеком, мне кажется, что он должен остаться в нашей памяти. После митинга памяти губернатор Лев Кузнецов с сопровождающими посетил Норильский кадетский корпус. Он прошелся по классам и поговорил с выпускниками. Многие хотят продолжить обучение в военных вузах, но есть и те, кто собирается поступать в гражданские. Но для всех важно хорошо знать не только математику или физику, но и иностранные языки. Губернатор даже проэкзаменовал кадета на английском. Уже после посещения выпускник поделился своими впечатлениями от общения с губернатором. Просто неожиданно было, то есть не ожидал. Но все равно, в принципе, я думаю, что получилось. Ну и губернатор тоже показал, что хорошо знает английский. В кадетском корпусе ребята получают расширенное образование, кроме обычной школы, еще и военную и специализированную подготовку спасателей. Здесь с пятого класса ребят учат жить по уставу, по распорядку дня, выполнять команды, убирать за собою, следить за формой одежды. Дисциплина, настроена учеба и как результат выпускников кадетских корпусов Край с удовольствием ждут в любом вузе страны. Таких уже мы ребятами больше трех тысяч выпускников за 15 лет, и не только ребята, Мариинские, наши гимназии. Это очень важно, потому что им не завтра, а сегодня участвовать в строительстве нашей страны. А мы видим, какие вызовы стоят перед нами. Посещение высоких гостей не повод для ребят отдыхать. Впереди День Победы, а значит надо оттачивать строевую подготовку, чтобы на параде быть достойным своего основателя Александра Лебедя. Андрей Страдым, Андрей Крупнов, Новости.